Хороший потенциал. Так российский премьер отозвался об экономике Алтайского края. Своё заключение Михаил Мишусин сделал после изучения докладов и небольшой экскурсии по одному из крупных предприятий региона, Алтайскому заводу прецизионных изделий. Так что встреча с промышленниками края начала с похвалы. Объём промышленного производства вам удалось сохранить на уровне предыдущего года, а уже в январе достаточно существенно растить, плюс 5,3%. Не могла не поддержать регион федеральная помощь. По данным премьеры, миллиард край получил в рамках индивидуальной программы ускоренного соцэкономразвития. Точечную поддержку оказали компаниям, и по понятным причинам её потребовалось больше, чем в 2019 году. Что ещё нужно, чтобы развитие не тормозило все проблемы, Мишустин спросил у алтайских производителей. Ну вот объём реализации продукции, он позволяет вам более-менее концы с концами сварить? Глава самого Азиз Виктор Герман, как мог, старался обратить внимание премьера на проблему компонентов машинной продукции, вернее, производства компонентов. Так как сейчас это обрекает заводы, тратится на импортные детали. Заменить их Азиз способен, но для этого нужны вложения. Руководитель завода сельхозмашиностроения защищала продление двух форм поддержки своей отрасли и своих прямых потребителей, фермеров. В частности, она просила продлить компенсацию на покупку техники. Очень прошу эту реально работающую меру поддержки оставить и не сокращать объёмы финансирования, поскольку благодаря этой поддержке не только наши аграрии могут пользоваться техникой российской, но и заводы машиностроительные тоже. Мы за счёт увеличения спроса на нашу технику можем наконец-то приобретать новое оборудование. На спрос влияет и возмещение затрат на доставку техники клиенту. И эту поддержку тоже не стоит прекращать, уверена Феридова. Другие обращения к премьеру касались пролонгации кредитов, субсидирования производства. Михаил Мишустин с чем-то соглашался сразу, что-то помечал, а после выслушал алтайского губернатора. По словам Томенко, программа соцэкономразвития стала основной программой, благодаря которой старались решать существующие проблемы, так как деньги появились. В прошедшем году доходы, консолидированные к бюджетам края, составили 154 миллиарда рублей. Это тоже один из результатов прошедшего года, потому что предыдущий год, 2019, по доходам было 126 миллиардов рублей. Значительный рост в первую очередь, на 90% он обеспечен поддержкой со стороны федерального бюджета. Один из важных показателей – средняя зарплата жителей края выросла до 30 тысяч рублей, читался глава региона. И тут же предложил продлить программу на следующую пятилетку. Нам она очень нравится, подытожил губернатор. Анастасия Драган, Алексей Фризин, День с толком.